Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Underworld и его ведущий Степа Волф. Когда-то в этом великолепном здании располагался пансионат. В крыльях находятся номера для отдыхающих, из которых сейчас все вынесено, частично мебель складирована в одном из помещений. И есть такой необходимый атрибут любого дома отдыха, пансионата, как столовая, в которой сохранилось практически все оборудование. Здесь, очевидно, был холл, в котором проводились какие-то, возможно, поэзические и музыкальные вечера. Расположен рояль. Главный усадебный дом был построен еще в период с конца 18 века до 1825 года. Тогда он был деревянным. За всю историю усадьба посещала немало знаменитых гостей, среди которых был Антон Павлович Чен. Он дружил с хозяинами и часто гостил в усадьбе. А регулярный усадебный парк считают одним из возможных прототипов знаменитого Лишневого сада в одноименной пьесе. После Октябрьской социалистической революции в усадьбе располагалась коммуна, а затем детский дом. В 1930-х годах усадьба была передана одному крупному заводу, и в ней устроен заводской дом отдыха. В 1969 году усадьба полностью перестроена в кирпичи. И дом, который мы видим сегодня, это уже не то здание, в котором бывал Чехов. Однако новый дом был возведен на старинном фундаменте и сохранил старую планировку. В наши дни дом отдыха был закрыт, а завод, которому он принадлежал, перестал существовать. В новом корпусе дома отдыха теперь расположено общежитие для гастарбайта, а старый усадебный дом сейчас пустует и потихоньку приходит в запустение. Усадьба интересна великолепно сохранившимися интерьерами советского периода со всей мебелью и утварью. Полностью сохранилась кухня при столовой дома отдыха. И очень интересны подвалы усадьбы. В них словно застыл дом прошлых времен. На стене мы можем видеть картину советских времен, помпезные люстры, очевидно, сталинского периода, и такие же по стилю светильники. Здесь мы можем видеть небольшую экспозицию, посвященную Антону Павловичу Чехову. Еще одно большое помещение, в котором складированы мебели из номеров. Вот, собственно, здесь мы можем видеть типичную для советского периода мебель, которая находилась в номерах пансионатов. Такие же помпезные люстры. И по красивой галереи мы можем попасть в помещение кухни. Интересно, что здесь сохранилось практически все оборудование. Вот эта вот машина, скорее всего, для разделки мяса. Здесь мы можем видеть подобие душа, отверстие для слива, и здесь подключены патрубки для отвода воды. Это типичная советская мойка. Саму мойку сняли. Ну, вот так вот выглядело помещение для мытья посуды. Здесь же мы можем видеть сушки для посуды. И проходим непосредственно в здание самой кухни. Две электрических плиты. Плиты, похоже, уже более современные. Печь для выпечки. Сохранились котлы для варки. Интересно, что на них стоят вот такие вот манометры, которые похожи с указанием давления. Вот котел побольше. Тоже с таким же манометром. И распределительный щит. Естественно, кухня потребляла очень много энергии. Можем видеть вот такие вот старые автоматы. И наверху уже новый современный автомат. Гораздо меньшего размера. Вот это, похоже, было ящиком для хлебобулочных изделий. Для хранения хлебобулочных изделий. Здесь еще одно помещение с отличной сохранностью. На таких тележках вывозили в столовой официантки завтраки, обеды или ужины. Здесь у нас располагался рыбный цех. Вот такая мойка. Краны демонтированы. Раковина для рук. Холодильники. Тумба для разделки. Такое впечатление, что даже нож сохранился с тех времен, когда это все работало. Заходим в еще одно помещение. И здесь мы можем видеть дощечки, на которых крепились различные инструкции. Правила пожарной безопасности. Меню в том числе вставляли в такие же дощечки, которые крепились на стенах. Ну а здесь мы можем видеть лифт. Вот там вот находился механизм подъемника. Сюда из подвала поднимали продукты, полуфабрикаты. А мы сейчас отправимся вниз в подвальные помещения. Весьма и весьма атмосферные. Тут тоже можно видеть щитовую. Посмотрите, какие размеры рубильника. Вот он, лифт на минус первом этаже. Здесь еще имеется подвал глубже. Сама кабина лифта находится на самом нижнем уровне. Здесь тоже находилось какое-то пищевое производство. А здесь очень похоже на подсобку. Здесь, очевидно, повара, официантки отдыхали. Остался такой вот советский ковер. Мешки из-под риса уже более современного периода. Я отправляюсь еще ниже, на самый нижний уровень подвала этого здания. Вот это очень похоже на насос, который обеспечивал подачу воды. Такие вот гири использовались на весах. Вот она, кабина лифта. А здесь находились холодильники. Огромные холодильные камеры. Здесь хранили мясные продукты, рыбу. Еще одна камера, чуть-чуть поменьше. Вот за счет этих радиаторов обеспечивалось охлаждение продуктов. Холодильники с резиновыми уплотнителями. Двери холодильных камер, точнее. А отсюда, очевидно, осуществлялась разгрузка. Вот на таких крюках подвешивали мясные туши. И вновь мы видим холодильные камеры. Вот они, весы. Советский Тюмень, самая распространенная модель. В таких ящиках хранили, привозили, точнее, напитки. Минеральную воду, газированную воду, пиво. И эти ящики являлись оборотной тарой. То есть каждое предприятие общепита. Каждый магазин должен имел, должен был иметь на балансе определенное количество такой тары. И когда привозили напитки, то предприятие общепита, в данном случае, столовая, сдавало такое же количество оборотной тары, пустой, взамен привезенной продукции в этой таре. Кофта, похоже, еще того периода советского. А здесь такое ощущение, что время остановилось. Даже градусник работает и показывает 10 градусов тепла. Старый, еще советский, амбарный замок. Остатки мелочи. Счеты. Необходимая деталь в каждом учреждении. Советская счетная машинка. Пожалуй, выбивается из этой картины только вот этот файл для бумаг, для документов. Поскольку в советские времена таких не было. И создается ощущение, словно совсем недавно работники этого пансионата, повара, заведующие столовой, завхоз, оставили все эти вещи на своем рабочем месте. И куда-то вышли ненадолго. Я сейчас нахожусь в крыле, где располагались номера для отдыхающих. Пройдемся немножко, посмотрим, как был устроен быт. В этом пансионате. В каждом номере был санузел. Здесь мы можем видеть уже относительно современный ремонт. Само помещение очень небольшое. Очевидно, здесь находилась одна кровать и тумбочка или шкаф для личных вещей. А здесь сохранилась дверь, на которой указано, что это номер 3. Да, вот кровать, небольшая тумбочка и туалет. Нехитрый быт отдыхающих. Холодильник, скорее всего, располагался в коридоре и был общим. Номер 5. Мало чем отличающийся от остальных. Разве что сохранившимся унитазом, который не успели вынести. А тут уже, похоже, было нечто вроде общежития для гастарбайтеров. А вот это, похоже, уже был ваннер люкс. Он двухкомнатный. Здесь кто-то жил. Может быть, Банжи, а может быть, и когда-то здесь находилась охрана этого здания. Вход в крыло с колоннадой. Крыло, в котором как раз располагались жилые помещения. В последние дни работы этого пансионата там находились как раз комнаты для отдыхающих. Архитектурно это здание тоже выглядит весьма и весьма привлекательно. Очень много интересных деталей. А вот это флигель, в котором находилась кухня. И вот здесь можно видеть как раз тот самый люк, куда производилась разгрузка продуктов. Которые до этого мы видели с вами снизу. На этом я прощаюсь с вами, дорогие зрители. Всего вам самого наилучшего. С вами был канал Андерволд и его ведущий Степпэбол. Оставайтесь с нами. Будет очень много интересного. Не забывайте ставить большие пальцы вверх и подписаться на наш канал. А также вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Всем пока!